После удачных печек-лавочек Василий Шукшин захотел запустить в производство фильм о Степане Разине. Он стучался во многие кабинеты, даже писал в ЦК, но нигде не мог получить однозначный ответ – берут картину в работу или нет. Тогда Шукшин пришел на Мосфильм, где с ним заключили договор о выпуске с начала фильма о советской действительности и предложили экранизировать его же повесть. И, хотя вокруг сценария было много споров на тему, стоит ли делать героям уголовника и не будет ли фильм антисоветским, и бюджет режиссеру был выделен минимальный. Шукшин загорелся идеей снять этот фильм. Выстраданное разрешение на съемки фильма о Степане Разине было, наконец, получено. Казалось бы, давай, действуй, выбор натуры, утверждение на роли. Но через несколько месяцев Василия Макаровича не стало. Но, в слезы мужиков гоняя, он пулю в животе понес. Припал к земле, как верный пес, а рядом куст калины рос. Калина красная такая, напишет позже Высоцкий в стихотворении на смерть Шукшина. А люди, пришедшие тогда на Новодевичье кладбище проводить Шукшина, в последний путь несли в руках ветки, на которых пламенели ягоды калины.